7 декабря 2021 года исполнилось 5 лет с того момента, как я впервые пришел в посткроссинг. И поэтому декабрь для меня время, когда я каждый год подвожу какие-то итоги ушедшего года, разбираю открытки и смотрю пополнение своих любимых тем. Мне нравятся все открытки, но, конечно же, какие-то темы мы собираем больше, они нас больше привлекают. И вот я хочу поделиться с вами теми интересными пополнениями моих любимых тем, которые я получил за этот год. И начнем мы с вами с темы кораблей. Частый и любимый гость на многих открытках, брик-товарищ, прежде носивший имя Горг Фок, и теперь снова обретший это имя, но уже в качестве музея в гавне Штральзунда. Корабль долгой, интересной, тяжелой судьбы, памятный всем нам по фильму в поисках капитана Гранта, много плавал, сначала под германским, потом под советским, потом какое-то время даже под украинским. Теперь стоит на рейде Штральзунда снова под немецким флангом. Одна из самых ценных для меня открыток из темы корабли пришла от Бьянки с поросших виноградными лозами в предгоре Южной Германии. И на этой открытке все типы парусных судов. Шикарная карточка. Атмосферная открытка с яхтами, стоящими на рейде Олимпийской гавани китайского Циндау. Отрытка от общества германно-норвежской дружбы изрядно помялась в пути. Видимо, потрепала ее дорога, но все-таки это судно добралось до меня и нашло здесь свой порт прибытия. Я думаю, не хуже, чем русло. Карт-максимум. Гошене 1989 года от Анти из Голландии. Она пишет, что такие суда все еще действуют и перевозят пассажиров. Реплика почтовой карточки 1907 года с изображением маневров германского флота Свинемунди. Жаль, что нет такой же, только с маневрами российского флота. Эта открытка напоминает мне о событии 2011 года. Я тогда посетил Словению, был в этом самом городке Пиран, на траверсе которого мы видим барк седов. И я должен сказать, что это действительно очень красивый маленький городок, в котором есть неплохой океанариум, который весь напоен запахом моря, прилеплен к скале. У него маленькие узкие улочки, а вот на этих вот каменистых волнорезах я даже ловю рыбу. Аврора. Нелюбимый моряками корабль, с очень таким неоднозначным поведением в Цусимском сражении, с неоднозначной морской судьбой, но оставшийся в истории и очень любимый на открытках, как советских, так в принципе и современных. Фантастическая открытка, полученная мной из Соединенных Штатов Америки, с видом каравеллы Колумба Санта-Мария на фоне города Коламбуса. Открытка посвящена 500-летию открытия Америки. Речной пароходик со швейцарским флагом напоминает нам о том, что сюда браздят не только просторы морей и океана, но ходят и по тихим речкам. На этой открытке мы видим с вами крупнейшие, действующие на сегодняшний момент парусники. Парусник Меридиан, один из множества красавцев советского парусного флота, сейчас, к сожалению, доживающие свои последние дни на рейде Клайкаде. В этом году я получил две абсолютно одинаковые открытки вот с таким судном из Соединенных Штатов Америки, но ничуть не расстроился. С первого же взгляда это судно напомнило мне судно Дженни из фильма Форрест Гамб. Как сказал Форрест Гамб, когда у него стало много кораблей, он все называл Дженни, потому что это было самое красивое имя. Я думаю, что это последний причал Дженни. Бошприт корабля в кавани Бремерхахена устремлен вперед в открытое море. И это говорит о том, что в следующем году, я надеюсь, нас будут ждать еще больше и больше красивых кораблей и в целом хороших открыток. Спасибо вам большое за внимание.